Здравствуйте, друзья! В эфире «Навигатор» и очередные телеприключения. Сегодня в программе «Тест-драйв» – квадроциклы «Русская механика» у нас в городе. В прошедшие выходные компания «Автоломбард Золотое Руно» организовали «Тест-драйв» приобретенной «Мототехники», а точнее квадроциклов марки «Русская механика» с двигателями 800 кубических сантиметров. Стоковые квадроциклы прошли еще ряд доработок на одном именитом тюнинг-ателье. Что же за чудо-техника такая и какие доработки были сделаны, узнаем прямо сейчас. «Тест-драйв» по-русски с баней и шашлыками. Ранним субботним утром после пятничного караоке мы отправились в небольшое приключение, организованное компанией «Автоломбард Золотое Руно». Нам предстояло протестировать квадроциклы «Русская механика». Точка сбора «Гаражи Дурай». Мы поняли, почему нет снега, потому что мы не закрыли сезон для квадроциклов. Чем сегодня мы и займемся. Итак, время 10.00, мы отправляемся. От точки сбора мы двинулись на дачи в районе водохранилища Нюнгринской ГРЭС и, естественно, по пересеченной местности. «Тест-драйв» «Тест-драйв» Мы на море! Ехали, ехали, переехали! Небольшая остановка «Koffee Break» на водохранилище Ирингринской ГРЭС. Мы почти уже добрались до места. На даче одного из участников мероприятия мы и забазировались. Затопили дом, баню, да и мангал на подходе. А как же, ведь тест-драйв у нас по-русски. Прежде чем затопить баньку, ее нужно наполнить водой. Так как на зимний период уже подачу воды отключили на дачах. Поэтому мы приехали на родник. Хорошо, он еще не замерз. Погода теплая, отличная. Так что операция водовоз. Генеральная? Да это старый, как он? За ржоми! Слушай, ну там, в принципе, и снег есть. Если ничего можно, и снег тогда померять. Теплая. О, это тон. Спустя час прибыла и остальная команда, но уже на машинах. Банда в сборе. Салам алейкум. Отсюда с дачи и было решено совершать небольшие марш-броски на ближайшую сопку по заснеженной весной дороге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует. вот этот и соответственно вот он рядом тоже стоит а изначально вообще эта техника она выпускается совсем недавно вот нам ее посоветовал товарищ изначально мы хотели приобретать cf moto 800 ну вы был выбор в общем полный из видимых доработок что сразу бросается в глаза это вынос радиатора чтобы он не забивался грязью его прикрепили поверх капота лебедка стоковая на уже с килларовым тросом а вот рычаги ходовки тюнингованы имеют изогнутую форму дабы увеличить клиренс соответственно и защита установлена специально под такие рычаги мощные линзованные фары от компании ледотекс позволяют комфортно двигаться в темное время суток значит установлен комплект шнаркелей их здесь три штуки то есть вынос сидит соответственно с воздушка и вход и выход с вариатора комплект не заводской самодельным и сделан достаточно прилично на хорошем уровне соответственно идет подогрев ручек подогрев курка сейчас мы его протестили достаточно где-то даже середины и ручки вообще классно греет вот что еще значит установлены крышки вариатора не р.м. здесь вот видно что это р.м. вообще крышки вариатора здесь стоят под ними идут со стелса почему потому что есть у этих квадроциклов болячка если начинаешь плавать там чуть выше там ниже то вариатор попадает вода потому что в точек крепления на нем 5 на стандарте но остался их 8 то есть соответственно герметичность больше здесь воздушок находится в воздушке стоит не обычный фильтр а стоит нулевик то есть это идет дополнительная защита еще от воды даже если она вдруг каким-то образом туда попадает ну и также там дренаж стоит стакан воды еще можно туда попасть и ничего страшного не будет так по двигателю по двигателю стоит здесь тип тюнинг я честно говоря не помню сколько лошадей то ли 72 то ли у 78 то есть двигатель идет тюнинг и кофр кофр стоит значит здесь по моему 70 литровый что ли мне взяли взяли попробовать такие может быть в дальнейшем возьмем чтобы ручки были более удлиненные и вот эту спинку можно было убрать чтобы задним пассажиру было более комфортно ездить так ну и защита днища соответственно здесь установлена защита днища storm кофры тоже storm для того чтобы было более удобно да опять же это болезнь вот этими именно ремок для того чтобы было более комфортно и удобно ездить в стойке на нем по бездорожью здесь была под руль установлена проставка четыре с половиной миллиметра четыре с половиной сантиметра точно так же как на снегоходах делается для того чтобы стойке было удобнее здесь потому что на вывернутом руле эти иногда при переключении передач если без стойки то здесь может задевать все остальное в принципе все тоже самое вот такая техника взяли тестинг ребята всем советую по цене получился в принципе достаточно приятен ничем не отличается в принципе от бренда но по цене по ценам ценовой категории цена демократична конечно отчаянные любители тест драйвов ждали настоящего грязи меса засадных мест и экшена но мы в первую очередь рассматривали данные квадроциклы как туристы это комфортно с багажом и пассажиром доехать из точки а в точку б по пересеченке конечно и учитывая стоимость данной техники думаю они со своей задачей справились да а то ли еще будет забегая вперед скажу что эти квадрики ребята взяли специально для участия в экспедициях корунд и зов хаира что пройдут в начале следующего лета и которые мы непременно будем освещать вот там-то и предстоит русской механике показать все на что она способна ну что друзья вот и закончилось наше приключение за что скажем большое спасибо компании автоломбард золотой руно и русской механике пока а на сегодня это все спасибо что были с нами не забудьте про конкурс ждем ваши видео не скучных вам выходных и интересных будней пока 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 Продолжение следует...